Вы знаете, вот говорят, что большое видится на расстоянии. Давайте поговорим о том, как, собственно, с чего Альметьевск начинался. Чтобы Альметьевск стал таким благоустроенным, добрым местом для жизни самых разных людей. Вы смотрели фильм, видели, что там люди приезжают со всей страны, чтобы работать, жить там вместе с семьей. Так вот, собственно, с чего начинался город Альметьевск, его освоение этих территорий, его обустройство. Давайте об этом поговорим. Вот об истории этих мест действительно и поговорим сейчас с нашим первым собеседником. На связь с нами, на видеосвязь с нами выходит Ревдар Хамазьяров, председатель Татнефть профсоюза. Ревдар Евкатович, здравствуйте. Добрый день. Добрый день, Оксана и Дмитрия. Очень приятно вас видеть. Ревдар Евкатович, в воскресенье, в первое воскресенье сентября, совпадая с Днем Знаний в этом году, День нефтяника с профессиональным праздником, с наступающим. Наверное, правильно было бы начать наш разговор с этого. Спасибо большое за поздравление. И пользуюсь такой площадкой замечательной. Конечно, хочу поздравить всех работников нефтяной и газовой промышленности и отраслей, тех, кто связан с добычей полезных ископаемых, с этим замечательным праздником, который объединяет всех людей, так или иначе, связанных с добычей нефти. Ревдар Евкатович, вы знаете, сегодня к эфиру готовилась, и понимаю, конечно, что в свое время Владимир Владимирович Маяковский писал о другом времени, об освоении других территорий, но вот эти строки, знаете, почему-то вспомнились мне сразу. По небу тучи бегают дождями, сумрак сжат. Ну, помните, через 4 года здесь будет город САК. Скажите, а вот Альметьевск, он с каких подвигов, с каких побед, с каких открытий начинался? И в какое время мы с вами будем заглядывать сейчас? Ну, говоря об Альметьевске, нельзя не сказать в первую очередь о том, чем рожден город Альметьевск. Это, конечно же, открытие великого открытия Ромашкинского месторождения, которое было открыто легендарной скважиной номер 3 в 1948 году близ села Тимяшево, где забил фонтан большой нефти, и которая дала возможность как раз и развитию нефтяной промышленности Татарстана, ну и, как было сказано великим нашим председателем Госплана Советского Союза Байбаковым, что благодаря татарстанской нефти, половской нефти, 35 лет было развитие Советского Союза. То есть, эта большая нефть дала возможность послевоенные годы поднять из разрухи нашу великую страну и помочь не только Советскому Союзу, но и странам ближнего и дальнего зарубежья, странам социалистического лагеря. И благодаря этой же самой нефти, юго-восток Татарстана, некогда сельскохозяйственный, животноводческий, он уже стал центром производства, производства добычи нефти, полезных ископаемых, и дал развитие многим новым городам, которые появились на карте Татарстана. Пришла туда индустриализация, да, таким образом? Да, получился мощный скачок развития индустриализации. Сюда, со всей страны, поехали лучшие инженеры, нефтяники, газовики, геологи, разведчики, которые, это более 100 тысяч человек, единовременно приехали осваивать месторождения, и, соответственно, появились новые города, такие как Альметьевск, Лениногорск, и старые города, которые были на карте Татарстана, они тоже получили новое развитие. Виктор Евгеньевич, ну, значит, правильно, знаете, вот это настроение все-таки правильно передается, да, у классика нашего, у поэта. Через 4 года, то есть усилие людей, энергия вкладывалась в эту землю. Ну, если говорить историю, да, то в 50-м году было создано производственное объединение Татнеев. А в 53-м году это год рождения города Альметьевск. То есть город рожден нефтью, и здесь как раз и ковалась вот эта большая татарстанская нефть. Ревдар Ревкатович, мы только что видели прекрасный обзорный сюжет о жизни Альметьевска сегодня. Расскажите нам, пожалуйста, вот действительно, с чего все начиналось, как выглядел город, ну, вернее, тогда еще поселок, а следом уже и город в то время. Вот куда устремились люди? В чистое поле? Как отстраивался Альметьевск? Как он менялся? Ну, по сути, вы правы. В чистом поле, на базе сел и деревень были организованы вот такие города, в том числе и город Альметьевск. Не было дорог, не было никакой инфраструктуры. Самое востребованное средство передвижения тогда была телега с лошадью запряженной. Да даже первую скважину бурили, близ тела Тимяшева, как я уже говорил, в то время, во время войны, бурили женщины, буровички, потому что весь основной народ был на фронте. И 17-летние девушки помогали бурить вот эту скважину номер 3 поисковую, которая и дала вот эту промышленную нель. Ой, вы знаете, Ревдарь Ревкадыч, вы сейчас об этом говорите, у меня аж прям ком к горлу подступает. Вот это наши замечательные женщины, которые вынесли на себе, да, и нас к этим победам подвели. Об этом тоже важно. С трудового подвига, с трудового подвига начинался город. Девочки 17-18 лет. Подвиг нефтяников, он был на каждом шагу. И в дальнейшем продолжались все эти наши подвиги и наших великих буровиков, которые, стахановские бригады, которые добывали нефть на горах и строили многокилометровые скважины. То есть это были рекорды по всему Советскому Союзу. Бригада Мальцева, которая поставила рекорд по скоростному бурению скважин. Скважины на поток. Тогда были очень такие комсомольские бригады. Это реально было сосредоточение инженерной и нефтяной мысли. Самые лучшие научные деятели работали у нас на промыслах и добывали нефть. Что самое интересное, и первые руководители, директора, генеральные директоры компании «Татнефть», они были непосредственно здесь, они приехали, кто-то приехал в самом начале, Шашин, Байбаков. Это великие наши руководители, которые начали нефтяную промышленность, но дальше подхватили местные наши руководители из бывшей педагоги, которые переориентировались на добычу нефти и прекрасно с этим справились. Ревдар Евгеньевич, вот вы сегодня наш первый собеседник в этом прямом эфире. И знаете, мне очень приятно, что мы с каких-то очень правильных слов говорим. Мы, кажется, давно не говорили о том, что люди труда, люди каких-то реальных дел, это великие люди, действительно. Их вклад, он огромен, и мы должны это ценить, мы должны это подчеркивать, говорить об этом. Мы не только говорим, мы всячески это поддерживаем, потому что и прославляем людей труда. У нас в городском парке имени 60-летия нефти Татарстан есть аллея героев. Это бюсты нашим великим труженикам, героям социалистического труда, которые как раз, это не только нефтяники, это и работники сельского хозяйства, и наши строители, и педагоги, и врачи, которые удостоились звания героя социалистического труда и внесли вклад в развитие города Альметьска, региона. Это реально воплощение нашего уважения этим великим людям, как вы тоже правильно сказали, великим героям труда. Ревдар Ревкадыч, вы знаете, вот очень интересно мы с вами разговариваем, я вот как человек, который работает с речью, у вас свои инструменты у нас, Дима, и свои, как у работников телевизионного, так скажем, поля. Отмечаю какие-то слова, выражения про промысел, про легендарную скважину, номер три, про скоростное бурение, то есть Альметьевск в тот момент, да, стал еще и местом приложения и новых каких-то технологий, да? Передовых для того времени. Передовых технологий для того времени, скоростное бурение, что это такое? Расскажите нам, не нефтянникам. Это, это, ну, все, наверное, многие думают, что нефть в подземных кладовых, она находится в виде озер, там, в пещерах. На самом деле нефть находится в пластах, ну, если уж так, я просто по первому образованию геолог и могу пояснить, что вот представьте себе губку, да, или же, ну, кирпич, да, вот кирпич. И вот поровое пространство вот в этом кирпиче, оно заполнено нефтью. И она не течет реками, как многие там думают, а чтобы ее достать на поверхность, нужно пробурить скважину. А скважину, это, условно говоря, дырка в земле вместе с трубой, которая непосредственно на глубину более 2 километров, 2,6 километров. Это глубина залегания Дивонских месторождений. Это самое главное наши пласты, откуда была, как раз добывалась наша нефть, великого ромашкинского месторождения, которое входит в двадцатку крупнейших месторождений мира. И до сих пор оно является одной из крупнейших месторождений. И буквально в 2006 году мы добыли трехмиллиардную тонну нефти. То есть это огромные-огромные запасы, которые мы извлекли на земную поверхность. А скоростное бурение, это шло соревнование, какая бригада пробурит быстрее скважину и поставит скважину на поток. Потому что в стране требовалась нефть, большая нефть. Ее нужно было очень много. И в том числе, вы абсолютно правы, наши нефтяники отрабатывали новые технологии, лучшие научные деятели, лучшие производственники отрабатывали новые технологии, которые в дальнейшем были использованы в освоении большой нефти в Западной Сибири. И наши руководители, начальники НГДУ, нефтегазодобывающих управлений, были направлены по указу партии в помощь освоения нефти в Западной Сибири. И это тоже явилось определенным толчком для развития всей нефтяной промышленности страны в целом. Ревдар Ревкатович, понятно, что изначально город ориентировался именно на нефтедобычу. Но вот как мы видели в сюжете, сейчас он мало того, что благоустроен, и учебные кластеры, и многое другое. Ну то есть это полноценный уже город, а не там, условно говоря, моногород, в котором живут исключительно буровики-нефтянники. Когда, на каком этапе произошел вот этот вот качественный скачок, и благодаря чему? Ну вообще я хочу сказать, что развитие инструктуры города, вообще развития общественных пространств, это всегда было и оставалось. То есть люди жили же не только работой. Людям нужно было ходить и в театры, нужно было смотреть кино. То есть с развитием инфраструктуры строились кинотеатры, строились различные культурные достопримечательности. У нас и дворец культуры построен, и вот сейчас на экране как раз показывали драматический театр. И развитие городов всегда было, и нужно было строить школы. Наш главный институт, Альмейский государственный нефтяной институт, в то время, это филиал губкинского института РГУ имени Губкина. Затем он уже оконтурился как самостоятельное учебное заведение, а сейчас это уже на базе этого института у нас организована высшая школа нефти. И высшая школа нефти не просто так, а потому что здесь реально наш интеллектуальный труд, и здесь уникальная возможность сопряжения технологий и научных знаний. У нас в структуре компании Татнефть есть научный институт Татнепи, где работают уникальные специалисты. Ой, Элина Дарьевна, не открывайте все секреты. У нас сегодня большой эфир, еще будет много ваших коллег, я думаю, людей, с которыми вы в том числе знакомы. Мы все интересное расскажем. Спасибо вам огромное за этот рассказ. Ревдар Хамадьяров, председатель Татнефть профсоюза, был с нами на прямой видеосвязи. Давайте почитаем на смс-портал. Кстати, уже очень такая активная, живая реакция от наших зрителей приходит. Оренбургская область пишет, Татнефть работала 7 лет, 35 лет с тех пор, потому что, видимо, ветеран этой отрасли. Город не узнаю, большие молодцы. Астраханская область пишет, почаще вспоминайте наших родителей, которые после войны действительно из пепла возрождали страну. Нижегородская область поздравляет всех нефтяников с праздником. Пожалуйста, уважаемые зрители, действительно присоединяйтесь, если вы имеете какое-то отношение к этой отрасли. Может быть, не имеете, просто приятно людям какие-то хорошие слова сказать. Звоните, пишите нам в эфир. Башкирия пишет, тоже, кстати, нефтяносный регион. Был в Альметьевске, город очень понравился. Нижегородская область, а какая там река? Ну, просто же удивительной красоты. Об этом мы тоже, друзья, поговорим. Ну, вот, например, с нашим новым собеседником. Ренат Мамин, директор благотворительного фонда «Татнефть». Ренат Рауфович, здравствуйте. Здравствуйте, Ренат Рауфович. Добрый день, Оксана. Добрый день, Дмитрий. Очень рад вас видеть и слышать. Взаимно, взаимно. Ренат Рауфович, скажите, мы вот говорим о Альметьевске, город нефтяников, поздравляем всех с наступающим праздником. И вас, кстати, тоже поздравляем с удовольствием. Спасибо. Но, а говорить-то мы с вами хотим о туризме. А как вот город нефтяников и туризм, это не антонимы? Это что, синонимы? Ну-ка, расскажите нам. Ну, вы знаете, на мой взгляд, сейчас это очень даже синонимы, потому что с учетом того, как развивается внутренний туризм, могу сказать уверенно, что компания к этому готовилась и подготовилась основательно и готовилась долгие годы, потому что у нас развивалась очень активная социальная инфраструктура. Благодаря инвестициям в социальным компаниям и компания Татьнефт рассматривает свои расходы на социальные, на благотворительные программы и проекты именно как инвестиции. И сегодня действительно есть широкие возможности для того, чтобы приехать в Альметьевск, замечательно провести с пользой время в абсолютно различных направлениях. У нас очень развит событийный туризм, очень хорошо развивается различная инфраструктура. Инфраструктура, например, также спортивная инфраструктура позволяет комфортно и на очень высоком уровне проводить спортивные сборы, например. Ну и, конечно же, событийный туризм. Ряд мероприятий у нас в течение года проходят. Трупнейший, это, конечно же, день работы конъюнной и газовой промышленности, который буквально через три дня будет проходить у нас в городе. Сейчас он проходит по городам Юго-Востока нашей республики. И летний фестиваль «Каракуз», который в этом году проходил уже четвертый раз. 15 различных площадок, 15 различных направлений в рамках одного фестиваля в течение трех уикендов, которые у нас в этом году, мы так думаем, посетили где-то порядка 100 тысяч всего гостей. Ринат Ромович, а вот расскажите, потому что событийный туризм – это действительно такое сейчас направление, да, востребованное. Вот люди думают, куда там съездить, кто-то на выходные, у кого-то там, ну, несколько дней там отгула плюс выходные, еще что-то. Кто-то отпуск берет. Для чего ехать, например, в Альметьевск, да, чтобы что? Ну, дайте просто пальцы загибать. Вкусно поесть, не знаю, там, где-нибудь на сапах покататься. Сейчас такое модное развлечение. Покататься на лошадях. Расскажите. В принципе, все, что вы перечислили, можно сделать в Альметьевске как в будние, так и в выходные дни и в течение достаточно продолжительного периода времени. Если начать с той инфраструктуры социальной, которую создала компания здесь, в регионе, то это действительно и развитая сеть конно-спортивных школ, где можно приехать, покататься на лошадях, поухаживать за ними, посмотреть различные соревнования, которые регулярно у нас проводятся компанией Татниев. Сегодня также активно, вот, благодаря поддержке малого предпринимательства, у нас уже по нашей замечательной реке Изай, по водохранилищу, которая сегодня обустраивается, реализуется крупная программа по благоустройству водохранилища и создание там очень большой и развитой рекреационной зоны. Там можно покататься на сапах. У нас есть даже, помимо этого, наше городское озеро с пляжем, где летом проходят различные площадки фестиваля Каракуз. Кроме того, у нас есть прекрасный горнолыжный комплекс. О, это зимой, да? Зимой. Что делают очень многие жители других регионов и республики Татарстан. То можно замечательно покататься на горных лыжах, на сноуборде, по искусственную еду. И это можно делать как в формате уикенда, условно, суббота и воскресенье, так и в формате приехать сюда на неделю, на две недели. И поверьте мне, вам не хватит времени, чтобы изучить все красоты и воспользоваться всеми замечательными возможностями, которые дает наш город. Особенно это касается культуры, потому что очень много у нас культурных объектов. Буквально недавно у нас открылся новый религиозный культурно-просветительский центр имени Резы Фахреддина. Это уникальное архитектурное сооружение. Была большая реконструкция проведена, и которая сегодня уже принимает очень такие знаковые, интересные конференции. Просветительские. Помимо этого, у нас, ну, конечно же, изюминка, не могу не сказать, является общественный центр Альмед, собственно, из которого я и вещаю. Здесь буквально вот недавно мы сейчас стоим, находимся в новом библиопространстве, которое буквально вот в рамках фестиваля «Каларакуз» было открыто. Кроме того, у нас есть уникальная выставка музыкальных инструментов, самая большая коллекция тюркских музыкальных инструментов, прекраснейший коллектив «Кадим Альмед», который был создан на базе этой выставки, и сегодня имеет уже своих два прекрасных альбома. У нас есть научно-опознавательный центр «Альметрика» тут же, на втором этаже, где на очень интересных, увлекательных экспонатах, не то что дети, даже взрослые приходят и начинают понимать различные сложные законы физики на очень простых примерах. И это только вот небольшая такая часть. Опять же, если возвращаться к спорту, то это и спорткомплекс «Мирас» с 50-метровым бастейном, и центр подготовки хоккеистов, и различные другие спортивные объекты. Ренат Рауфич, ну к вам надо не на выходные ехать. Черкомплекс представлены в нашем городе. Ну и самая, наверное, фишка нашего города, который, мне кажется, знает вся Россия, это то, что мы самый велосипедный город, более 200 километров дорожек построенных компаний, позволяют на велосипеде, в принципе, добираться из любой точки города в любую другую точку города. Есть тогда принципиальный вопрос сейчас, Оксана, это очень важно. Туда надо ехать жить, у меня ремарка небольшая. Это совершенно точно. Это решение, да. Нам нужно приезжать и просто жить. Ренат Рауфич, тогда вот просто обязательно нужно осветить вопрос, как добраться. Потому что, ну вот мы уже обо всем рассказали, а теперь только о транспортной логистике. Вообще, я хочу сказать после вашего такого комментария активного, мне, во-первых, очень приятно, что с такой душой вы об этом говорите. Вы прям как шкатулочка так открываешь, а там столько всего интересного, и это хочется, и это хочется. Так как добраться? Вы знаете, на сегодняшний день Альмейтинск достаточно удачно расположен на пересечении транспортных дорог между крупными городами, столичными городами. Поэтому, на мой взгляд, наиболее комфортный вид транспорта – это автомобильный транспорт. Тем более, что у нас сегодня, благодаря руководству Республики Татарстан, реализуются очень масштабные, и руководству, конечно же, Российской Федерации, реализуются очень масштабные инфраструктурные проекты, создаются новые дороги, развязки. Активно это происходит. И буквально в ближайшее время из, например, города Казани на автомобиле до Альмейтинска, это буквально два с половиной часа можно будет добраться. Кроме того, у нас есть аэропорты. Это аэропорт Дегишева, аэропорт в городе Бугульма, используя которые, также можно к нам добраться в город Альмейтинск. Но, на мой взгляд, оптимально это все-таки автомобильный транспорт, приехать, пересесть на велосипед и понять, как же здорово жить в Альмейтинске. Ренат Рауфович, мы с вами прям нашли общий язык, потому что, ну, велосипеды не совсем про меня, автомобили-то точно. Едем, едем. Ренат Мамин. И, конечно, про еду я зря спросила, потому что мы помним, да, Альмейтинск, это Татарстан, а там очень вкусно, друзья. Ренат Мамин, директор благотворительного фонда «Татнефть» был с нами на прямой видеосвязи, а мы прервемся на новости и скоро вернемся.